Много ли у нас патриотов города? Патриотов, которые просто делают подарки. Бескорыстно практически. Но вот один перед вами. Полтора года назад мы начали делать подарки. И сейчас уже этих подарков, ну, наверное, косой десяток. Потому что как-то так, завел одного кота, потом второй, потом третий, и вот их уже шесть. И плодятся, и плодятся. И тех животных, которых вы видите до и после моей передачи, рекламировать это особо не надо. Это мои животные. То есть это животные человека, который очень любит жизнь во всех ее проявлениях. Естественно, если бы я занимался коммерческой реализацией этих животных, я бы зарядил, ну, с учетом цены телевизионной рекламы, и 15, и 20 тысяч рублей. Но тут бы хотя бы оправдать еду, которую я им покупаю. Потому что мои животные воспитаны и взращены на высококачественных кормах. И последнее время, ну, уже два года как, корма я беру только в зоосалоне Шуша. Поэтому лучшей рекомендации в зоосалону Шуша вам, наверное, не придумать. Еще один урок по ликвидации безграмотности. Я тут не как всезнайка, а как исследователь правильного интернета. В очередной раз, перед тем, как приехать сюда, в зоосалон Шуша, я залез в интернет. Для того, чтобы подчеркнуть кладезь информации. Дело в том, что в отличие от 80% телевизионных зрителей, может быть, и 90%, я смотрю интернет на английском языке, не используя переводчик. Google, допустим. Мне и так достаточно, чтобы понять, что мне надо. Ну, что, 33-я школа. Полазил, посмотрел, убедился в том, что, оказывается, телевизионная реклама в очередной раз нас за лоха держит. Ну, ладно, понятно, Сбербанк, который там проезжает по ушам, что ему 170-160 лет. Сбербанк России образовался в 91-м году. Никаким преемником Госбанка не является. Поэтому тоже голову включайте. Потом другая реклама. Все сухари вам показывают, что вот сухарика собачка поела, и счастье у нее, полные штаны. Абсолютно неверно. Дело в том, что примерно 70% кормов для животных, они вообще-то жидкие. Это консервы и супы специализированные. Ну, раз мы все-таки про сухарики, то сегодня в городе все представляем. Для тех, кто вообще не хочет кормить вашу собаку ничем, кроме импортного, так вот, это сухари Happy Dog. Здесь есть эконом-паки по 20 килограмм. Как вы уже убедились, еда с вашего стола не подходит питомцам. И поэтому все-таки консервы. То есть, понятно, что у меня 6 котов, и всех их накормить консервами, это будет очень дорогое удовольствие. И тогда каждый котенок будет стоить не 3000 рублей, а 15. Вы их купить не сможете. Но все равно их полезно кормить именно консервами. Потому что, ну, представьте себе, вы кушаете сухари каждый божий день. Что случится? Ну, божка отвалится от хруста. Естественно, в шуше этих консервов самый богатый выбор. Естественно, надо понимать, что вот эту вкуснятку босита покупать тоже необходимо. То есть, у животного должен быть выбор. Либо он кушает консерву в один день, либо сухарики на второй день. То есть, босита тут есть и в маленьких упаковочках. Вот. И раз мы все-таки с шушей за правду жизни, то вам надо понимать, сколько стоят должны консервы. Просто зоосалонов развелось очень много. Редкий зоосалон столько внимания уделяет качеству продукции. Ну, и придерживает низкие цены. То есть, если вы где-то видите, что ночной охотник, очень популярная отечественная консерва, стоит 50 рублей, то на Карла Маркса 97. Здесь разница 8 рублей. То есть, если, допустим, на неделю, то уже прилично получается. Ну, и все остальное. Вот. И раз у нас есть Happy Dog, то должен быть и Happy Cat. Тоже самый немецкий, высококачественный. Теперь добавлю от себя и эта информация от любителя пошататься по тамошним магазинам. Так вот, там мясо едят в большем количестве, чем у нас. И это высококачественные стейки и грудки. Колбаса – это вообще чисто отечественное изобретение. И колбас там в таком количестве, как у нас просто нет. Как нет и котлет, и фарша, и пельменей. Продукции, в которые сливают всю оставшую часть туши, да еще и шкуру туда суют. Это мы съедаем животину целиком. Как в Таиланде полностью съедают курицу. Но там-то хоть все это только что успокоенное. Поэтому качество и составляющее отечественных паштетов для животных у меня вызывают вопросы. Что после нас там остается? Ну, не все, конечно, это сои и переправы. И в шуши есть и консервы из ливера отечественного, и им доверять можно. Но то, из чего делают консервы и супы на западе, это все-таки стопроцентное мясо и натуральные продукты. Это то, чего не хватает животным. Естественно, как у крупного заводчика, у меня возникает вопрос. А где паки по килограмму? Но таких, как я, реально мало. А для остальных консервы на любой вкус. Шуши есть. Ой, какое красивое животное. Такие усые. Эх, какой же у тебя голосок-то? Голосок шуршилы вы услышите в темноте, потому что это ночное животное. Днем они более спокойные. Но, конечно, если бы раньше я познакомился с деятельностью золосулона шуши, я бы в таком количестве готов себе не плодил. Потому что очень сильно хочется все-таки взять вот такое белорозовое чудо. Которое, ну, посмотрите, да? Это же просто радость какая-то по жизни. Она меня только сегодня увидела. Вы не кидываете, чужой дядька, а у нас уже практически консенсус образовался. Вот. То есть, если у вас нету возможности гулять у пса, а его гулять надо, это собака, не домашнее животное, нету возможности бегать за котом и, ну, контролировать его поведение такое буйное, то шиншилла, это, пожалуй, лучший вариант. При этом, если вы возьмете парочку шиншиллов, они вам наплодят шиншиллят, и здесь, в золосулоне шуши, их по очень выгодной цене возьмут. Так что вы еще и деньги заработаете. И кастрировать этих животных, и стерилизовать не надо, они так живут долго. Реально клевые животные эти шиншиллы, их здесь много. Выбор, как говорится, есть. Душевное и непроблемное это животное. А еще этих животных можно не одевать. Хотя, вот, что касается одежды, то шуша, это и Пьер Карден, и Дольщик Габана, и все остальное, для кошек и для собак. Вот. Ну и мало того, есть еще и вот всякие там сзади. Специальные амуниции. Ну, собачку погулять. Вот. Кстати, скоро все-таки праздник, Новый год. Ну, лучший подарок, это не сотовый телефон, который выкинете через полгода, а вот такое животное. Ну, мои народятся коты еще не скоро. Так что в золосулон шуши. Ну, что это все я, да я. А вот послушать вручание опоссума не хотите? И все же где? Где искать эти замечательные корма? Карла Маркса, 97. Напротив киноконцертного зала «Партнер», не доезжая до торгового центра «Весна», ну и дома советов. То есть вы должны понимать, что здесь самые низкие цены, самый правильный выбор кормов и широчайший ассортимент. Причем все это я говорю абсолютно спокойно и не упираясь вот эту сладострастно-сладкую рекламу.